Перспективы развития потребительского рынка и новые задачи по поддержанию порядка на местах. В Гомеле на уходящей неделе прошло заседание Гомельского облсполкома. Среди предложений по развитию потребительского рынка – проведение сезонных мероприятий, таких как ярмарки, выставки и акции. Плюс вовлечение в хозяйственный оборот объектов торговли, которые не используются или используются неэффективно, сдавая в аренду или продавая их фермерским хозяйством, что, кстати, тоже поможет навести порядок на земле. В прошлом году практически все положения соответствующей программы были реализованы в Гомельской области. Посажено 165 тысяч деревьев и кустарников, что в 4,5 раза больше, чем в 2018. В населенных пунктах было снесено почти 2 тысячи старых домов, что позволило задействовать 850 гектаров земли. Плюс активная борьба с борщевиком Сосновского, площадь которого сократилась почти на 40%. Гомельская область присоединилась к республиканской акции «Неделя леса», которая проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. В 13-й раз добровольцы занимаются массовой посадкой молодых деревьев и наведением порядка в зонах отдыха. Так, в Терюхском лесничестве руководство области высадило более 8 тысяч саженцев сосен и берез. Схема смешанного леса сделает посадку более устойчивой к болезням и вредителям. За последние два года от караеда в регионе пострадало более 10 тысяч гектаров леса. Еще около тысячи было повреждено после прошлогоднего урагана. В этом году всю территорию восстановят. В Гомельской области появится не менее 12,5 тысяч гектаров новых лесов. Более 9 тысяч уже заложено. Остальные 3,5 тысяч засадят в рамках недели леса. Нас критикуют то, что мы старые деревья срезаем. Да, их нужно срезать. Их место должны посадить вместо одного больше деревьев. И когда ко мне люди обращаются, части вот на промыве линии обращались по парку, мы однозначно сегодня их поддержим для того, чтобы эти парковые зоны расширались. Вы видите, что даже взять по городу Гомелю, мы сегодня садим деревья, уже погода нам позволяет и эта работа ведется. И мы призываем всех наших граждан участвовать в этом проекте, потому что каждый должен посадить свою деревьев. Помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию и личный прием граждан в Жлобине. Он также обсудил эпидемиологическую ситуацию в этом районе с участием местных властей и медицинских работников. В настоящее время в исполнительном комитете создана специальная комиссия, которая должна выяснить к концу недели потребности почти тысячи одиноких и одинокопроживающих жителей района. Ожидается, что добровольцы из общественных организаций будут участвовать в доставке еды, медикаментов и предметов первой необходимости для них. Еще одна тема, на которую обратил внимание Юрий Шулейко, заключается в том, что в Жлобине больше внимания следует уделять наведению порядка, особенно во дворах. Об этом также говорили люди, которые звонили по прямой линии и приходили на личный прием. Также прозвучали просьбы касательно сокращения коммунальных платежей, помощи в трудоустройстве и оптимизации торговой сети. Легендарный «Х-фактор» в Гомеле. В областном общественно-культурном центре на неделе прошел предкастинг популярного во всем мире вокального шоу. В начале этого года белотелерадиокомпания стала обладателем прав на «Х-фактор» в Беларуси. С марта творческая группа медиахолдинга отправилась по крупным городам страны в поисках самых ярких, уверенных в своих силах и вокальных данных. Членам жюри уже было с кем сравнивать наших претендентов, но все ждали сюрпризов. Вы ведь ничем не рискуете, попадете, не попадете, ну так повеселитесь, сделайте так, чтобы мы вышли и сказали, ну ты помнишь тот 615-й? Это же вообще забыть нельзя. Вот я хочу не смочь вас забыть. Я вам очень этого желаю. А уж как вы достигнете, пробуйте. На предкастинг в Гомеле пришло не так много вокалистов, которые выступают на профессиональном уровне. Среди участников отбора студенты, учащиеся. Мамы в декрете, инженеры, техники, программисты и хореографы. Чьи вокальные данные, харизма и желание победить покорили жюри проекта, мы узнаем ближе к лету.